Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан. В студии Зухареева. Здравствуйте. В начале короткая глава. Те, которые люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. Звезда соцсетей – гроза москвичей. В социальных сетях получил широкое распространение видеоролик, снятые в общественном транспорте Москвы с дагестанцем в главных ролях. Дагестанцы не должны извиняться. Кто сделал, тот пусть и извиняется. Какую сумму вы ему сказали? Биллион двести. Шантаж и вымогательство. В Махачкаре в отдел полиции доставлены завучи и глава родительского комитета одной из столичных школ. Горянка года. Финал второго республиканского конкурса прошел в Баварском музыкально-драматическом театре в Махачкале. Об участницах и победительнице. Смотрите в выпуске. Мотивация и поддержка. Сергей Меликов посетил тренировочную базу в пригороде Махачкалы и встретился с дагестанскими спортсменами. В социальных сетях и в СМИ получил широкое распространение видеоролик, снятый в общественном транспорте Москвы. На записи молодой человек, представившись дагестанцем, ведет себя вызывающе, грубо говоря, с водителями и пассажирами автобуса. Федеральные сайты не упустили случая в очередной раз придать теме острый национальный окрас. Что об этом думают дагестанцы, узнавал Карим Данеев. У него и все подробности этой истории. Ты себя плохо ведешь, понял? Я хочу вот так сказать. Он нацист. Он нацист. Ой, закрой, ну, колосатый. Ты тут, азиатский. Старик, успокойся, я не говорю, ты что-то здесь. Что ты кричишь? Я не чувствую себя так, как я считаю. Ты себя плохо ведешь, понял? Я хочу вот так сказать. С вами вот так надо себя вести. С кем с вами? С какими с вами? С вами, с русскими. Я у себя дома. Я у себя дома. Я у себя дома, я гражданин. Кто закрой, все. Кто закрой, все. Все, закрой. Старик, кто закрой. У нас уважения нет вообще. У нас есть уважение. Если бы он был русский, на мой вес, он его остановил бы. Он нацист. Он нацист. По неподтвержденной информации, со слов очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как пассажиры заступились за девушку, которой якобы приставал молодой человек. Однако, по словам 29-летнего дагестанца, все было по-другому. Я сидел в автобусе, открылись двери на мою остановку и быстро закрылись. Я попросил в этот момент машиниста открыть двери. Он еще не тронулся с места, как бы, с остановки. Так он быстро, он увидел, что, как бы, я хочу выйти. Он все равно не открыл. Я подошел. Он мне начал, типа, добрысь отсюда, короче, типа, чурка, не чурка, туда-сюда. Я ему сказал, ты не мужчина. Он после этого, как бы, промолчал. И вот люди, которые рядом сидели, они начали, типа, вот вы мусульмане, такие-сякие, в общем формате выражаться. Я после этого начал говорить, вы нацисты. Если вы так мусульман ненавидите, то вы нацисты. И я не хотел задеть русских, именно нацию. Я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, не любят дагестанцев, кавказцев. Те, которые, люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. После этого я вспылил. Не лично мой адрес, а лично в общий адрес было сказано. Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на поведение уроженца Дагестана и выразил мнение, что молодому человеку нужно извиниться не только перед теми, кого он грубо оскорбил, но перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступил. А в Миннации региона обратились к согражданам, проживающим в других субъектах страны, не судить о религии, народе через призму подобных инцидентов. Того же мнения придерживаются известные общественники и рядовые жители республики. Братья дагестанцы, хватит гужбанить, начинайте учиться, начинайте тренироваться, заниматься спортом и жить дружно. Я думаю, что у хороших людей больше, чем у плохих людей. Но я слышал, что его задержали, он извинился там еще, осознал свою ошибку. Я вообще против того, что там коллективная ответственность должна быть и против того, чтобы там власть извинялась и так далее. Непосредственно я неоднократно это говорил и буду говорить. Кто сделал, тот пусть и извиняется. Максимум его родственники или родители. И все. Мы зачем должны за них извиняться? Мы что сделали? Дагестанцы не должны извиняться. Я вообще всегда говорю и буду говорить. Маленькое процентное соотношение, если делает плохо, это не говорит о том, что весь Дагестан плохой. Тем временем героя вирусного видео задержали на 96-м километре Киевского шоссе в Калужской области, а затем доставили на допрос в Москву, где он уже принес свои официальные извинения. В автобусе произошел совместный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской народы, нации, о чем я искренне сожалею. Однако извинения не освобождают от ответственности. И против Балтукаева возбудили уголовное дело за разжигание вражды с угрозой применения насилия. Мужчине грозит штраф до 600 тысяч рублей или принудительные работы на 5 лет. Возможно, даже лишение свободы от 3 до 6 лет. Карим Даниев, Лориана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале задержан 53-летний житель поселка Ленинкент. Использовав поддельные документы, подозреваемый продал две однокомнатные квартиры. Предварительно мошенник разместил информацию о продаже жилплощади в интернете. И таким образом, заключив предварительные сделки, подозреваемый получил более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Мы решили продать квартиры, которые мне не сходились в квартиры. Я поговорил с Магомедом, товарищем, чтобы он сделал документы на эти квартиры, чтобы продать их, чтобы можно займеть деньги. Он согласился, сделал документы, мне принес на мое имя, я их продал. По какой сумме он получил, остальные какие-то я раздал долги. Вы как-нибудь скрывались от правосудия? Я скрывался, меня подали в розыск федеральный, я скрывался. Я находился на улице Шамиля, 81, когда меня зажали сортутники полиции. Махачкале Завуч и председатель родительского комитета одной из столичных школ подозреваются в вымогательстве более миллиона рублей у директора, сообщает МВД Дагестана. По словам потерпевшего, за эту сумму они обещали не распространять в соцсетях информацию, которая могла бы испортить его деловую репутацию. Таким образом, злоумышленницам удалось завладеть частью денег в размере 400 тысяч рублей. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается. Мы выдвинули ему такое требование, чтобы он убрал Завуч, чтобы наши дети спокойно учились. И сказали, если не сделаете, мы распространим все в соцсетях. Дабы это все убрать, чтобы не выходило в соцсети, он вопросил, что нужно сделать. Мы ему сказали, вы можете выкупить информацию и вести дальше нормально за свою деятельность. Какую сумму вы ему сказали? Биллион двести. А в итоге какую сумму он вам передал? Четыреста. В отдел полиции вас для чего доставили? Я сама даже не могу понять, почему я здесь оказалась. Пусть расследует полностью все и выяснит причину. Руководитель регионального Роспотребнадзора Николай Павлов рассказал об опасности нового штамма коронавируса Омикрон. Накануне в правительстве республики прошло заседание оперштаба. По словам главного санитарного врача, осложнения можно уже наблюдать на третьи-пятые сутки со дня заражения. К тому же штаммом Омикрон чаще всего заражаются дети от 5 до 11 лет. В работе завещания принял участие и Муфтии Дагестана Шейхах Мадафанди. Глава республики Сергей Меликов еще раз напомнил всем участникам встречи о необходимости совместной работы по противодействию коронавирусной инфекции. Мы забываем с вами историю весны 2020 года, когда благодаря шейху Ахмад Хаджи и другим позициям активным, как руководству, так и простых людей, нам удалось остановить трагедию. А мы сейчас близки к ее возврату. Только потому, что опять перестаем быть дисциплинированными. Нужно сказать, что вот этот новый штамм, он остается таким же чувствительным к тем мерам, которые мы уже принимали. То есть к мерам, которые можно принимать профилактическим путем. К антивирусным, скажем так, мерам. Поэтому соблюдение дистанции, соблюдение масочного режима, использование санитайзеров и самое главное, своевременное тестирование и определение степени поражения и ее отсутствия может все это остановить или, по крайней мере, не дать распространяться. Ситуация настолько серьезна, что вчера на оперативном штабе, который проводился под руководством вице-премьера Голиковой, были озвучены дополнительные меры, которые могут быть приняты в связи с распространением инфекции нового штамма. Включая переход на дистанционное обучение, включая более серьезные меры ограничения, включая остановку и так называемый локдаун в отдельных регионах. Пока этот вопрос не стоит, он и у нас пока не стоит. Но я хочу еще раз сказать, что если сегодня не посмотреть на право и на лево и не принять какие-то меры дополнительные, мы можем к этому прийти. И продолжение темы ковида. В Дербенте после новогодних праздников увеличилось количество желающих сделать вакцину от новой коронавирусной инфекции среди лиц пожилого возраста, маломобильной категории людей и инвалидов. Только в минувшую пятницу в городе привилось свыше 750 человек. За две недели этого года вакцину получили почти 3500 дербенцев. Сегодня во всем мире есть угроза распространения нового штамма коронавируса омикрон. Коэффициент распространения данного штамма в разы выше всех предыдущих. В связи с этим медики призывают людей пройти вакцинацию. Автобусные маршруты 100 и 44А вернулись на линии. Из-за банкротства предприятия-перевозчика некоторое время автобусы не курсировали. Напомним, что на совещании председателя правительства Дагестана Абдул-Патаха Амирханова было принято решение, что на правах аренды автобусы передаются в Каспийское АТП. Он поручил запустить рейсы с эксплуатацией того транспорта, который находится в надлежащем состоянии и безопасен для перевозок. На сегодняшний день на линии уже вышли 13 автобусов. На городском пляже Дербента появятся отдельные зоны отдыха, сервиса и раздевалок. В городе начались мероприятия по благоустройству городского побережья. В рамках ремонтных работ предусмотрено обустройство пляжной инфраструктуры на набережной и создание пешеходной и велосипедной дорожки на участке протяженностью в 4 километра. Сама дорожка начнется с территории действующего городского пляжа и завершится в районе завода «Радиоэлемент». По словам чиновников городской мэрии, вся она будет освещена. Можно сказать, это начало реализации той масштабной набережной, 12 километров, которая планируется в городе Дербент. И этот участок 4 километра соединится с планируемой к строительству набережной в исторической части города и потом будет развиваться на юг и на север. И в целом мы получим большую благоустройственную, связанную между собой набережную, где человек сможет на любом участке города выйти на побережье и пешком или на велосипеде добраться до другой территории. Росгвардейцы покорили гору по Баку в Лакском районе. Трое сотрудников ведомства, несмотря на сложные погодные условия, добрались до конечной точки. Высота составила почти 4 километра. Эта гора считается одной из самых красивых в Дагестане. Как признались росгвардейцы, особых сложностей при восхождении они не испытали. Помогли навыки и хороший уровень высотной и физической подготовки. Финал второго республиканского конкурса «Горянка года» прошел в Баварском музыкально-драматическом театре в Махачкале. В нем приняли участие 11 девушек в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов и районов Дагестана. Асиль Манапова расскажет подробнее. 11 девушек, 11 разных национальных костюмов. Финал конкурса. Каждая участница по-своему уникальна и талантлива. Уже с самого начала членам жюри стало ясно – выбирать лучшую из лучших будет непросто. Действительно тяжело и очень отрадно. Где тяжело оценивать, там радостно. Потому что девочки все подготовленные. Мне было очень приятно смотреть на них. В прошлом году тоже была в восторге. Это первая работа была Фатима и нашей Марьям. Я им очень благодарна. Мне очень приятно смотреть на это все. Сегодня вообще новое было, чем в прошлом году. Ну, допустим, прыщить пуговицу, разделать курицу, пеленать ребенка, курзет и так далее. Казалось бы, это не нужно, это ничего. Все-таки мне сегодня было интересно смотреться этим. Почти все справились. Но девочки, которые, в общем, мамочки, замужние, у них, конечно, это лучше получилось. Жизнь их заставила, научила опыт и практика. А те девочки, которые еще не замужем, у них неудачно получилось. Вот что такое жизнь и семейная жизнь, которая заставляет все равно сделать все это. В финалистке конкурса «Горянка года» соревновались в самопрезентации, викторине, пятиборе и художественном номере. Каждая участница перед выступлением изучила традиции и обычаи своего села. Некоторые из них воссоздали национальные костюмы по старинным фотографиям и рассказам. А одна из девушек показала наряд, которому уже 200 лет. Я работала как-то с Фатимой, и она начала рассказывать о том, что у нее в планах организовать такое мероприятие, как «Горянка года». А я давно не вдохновлялась. Она всегда ходила в гурминдо, наряд, я саду, блин. Я тоже решусь, но боялась. И как-то Фатима сказала, почему не примешь участие. Я заполнила анкету, мне написали, добавили в группу. И так пошло, пошло, я боялась. Я участвовала второй раз. Первый раз я была в таких эмоциях. Я просто, я сразу пошла в вторую заполнить анкету. Мне не нужно было выигрыша, мне нужно было участие. И я получила в этом году опять эти же удовольствия. Я боюсь пойти в третий. Но я приятно удивлена этой атмосферой и атмосферой в коллективе, вот этой дружбы. Мы все другу помогали и поддерживали. Конкурс проходил три этапа. Первые два прошли в онлайн формате. Здесь девушки демонстрировали свои навыки и умения на видеопрезентации. После тщательного отбора в финал вышли 11 горянок. Организаторы конкурса ставили цель показать самобытность и красоту старинных образов настоящих горянок. Инициатива была моя близкая подруга. Она как-то проводила тоже с организатором, зовут ее Марям. Она проводила в школе у себя, она учитель родных войсков. И я предложила, давай вынесем на такой уровень, потому что это интересно. И в процессе подготовки каждая участница изучает традиции, изучает традиционный костюм. Конкурс на традиционный костюм тоже у них есть. Ну, такого плана, чтобы сохранить культуру, традиции народов Дагестана через молодое поколение. Потому что это подрастающее поколение. И если они сохранят, то и дальше можно будет сохранить и продвигаться. Итоги конкурса, в котором горянкой года стала Хадижат Гаирбекова из Гумбетовского района, подвели уже на гала-концерте, в котором приняли участие творческие коллективы республики. Афеи Аварского театра была организована выставка продажа украшений и едели дагестанских мастеров, а также национальных платков ручной работы. Асиль Манапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Глава Дагестана встретился с борцами и футболистами. Сергей Меликов посетил тренировочную базу в пригороде Махачкалы. Руководители региона сопровождали министр спорта Дагестана Сажид Сажидов и президент футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев. На базе вольники готовятся к международному турниру Гран-при Иван Ерыгина и игроки «Динамо» ко второй половине сезона ПНЛ-2. Обращаясь к спортсменам, глава республики назвал прошедший сезон успешным и пожелал командам новых побед. Конечно, Дагестан – это спортивная республика. Это и борцы, и футболисты. Мало мы сегодня можем найти дворов, где бы ребята не пинали мяч. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы из этого молодого поколения у нас сегодня был создан хороший такой резерв. Не все, конечно, войдут в профессиональные клубы, не все будут представлять республику и страну на международных турнирах. Но то, что дети будут заниматься спортом – это прежде всего и здоровый образ жизни, и развитие, и самое главное – это воспитание. По словам главы Дагестана, власть будет поддерживать спортсменов и способствовать увеличению тренировочных площадок. В заключении встречи президент Федерации борьбы республики Гайдар Гайдаров вручил Сергею Меликову именной комплект спортивной формы сборной Дагестана. Волейбольный клуб «Дагестан» сохраняет третью строчку в высшей лиге «Б». В Хаспийске завершился пятый тур чемпионата России среди мужских команд. На домашней площадке Дворца спорта имени Али-Алиева Дагестан провел четыре встречи. За тур махачкалинцы дважды обыграли клуб «Обнинск». Уступили первую игру лидеру чемпионата воронежскому «Кристаллу» Чертизова 0-3. А затем с тем же счетом взяли у соперника реванш. По итогам пяти туров Дагестан сохраняет за собой третью строчку в турнирной таблице. Смотрите нас на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин